Здравствуйте, дорогие наши друзья! Вы на канале анекдоты от А до Я. В наше время без смеха прожить нельзя, поэтому настраиваемся на веселый лад. Ну, а мы начинаем! Яша лег на операцию. И до него пришел Бора, чтобы навестить. Говорит, Яша, ну, рассказывай, как тут дела, а что тут? Говорит, ну, что, как тут? Готовят меня до операции. Говорит, да. И что делать? Говорит, что делать? Говорит, давай раздай всем денежку. Давай санитарке 10 долларов дай. Значит, врачу за операцию дай 200 долларов, анестезиологу 500 долларов. Говорит, подожди, Яша, что ты так тратишься? Ты что, сумасшедший? Анестезиологу 500 долларов, ему 10 долларов хватит. Тихо, Бора. 10 долларов – это чтобы уснуть, а чтобы проснуться. Галя, скажи, а ты любишь ветер? Да. О, так давай я тебе вдую. Два алкаша вышли из бара уже такие. Один говорит, тихо, тихо, соберись. Второй, что такое, что случилось? Тихо, смотри. Вон, два педераста идут. Говорит, так это ж полицейские. Говорит, тихо, это педерасты. А что ты решил? Ну, посмотри, сколько вокруг бал красивых. А они сейчас к нам доебутся. Друзья, найдены неоспоримые доказательства, что Муму ночью хотела загрызть Герасима. Герасим опередил ее буквально на несколько часов. Заходит мужик в магазин мобильных телефонов и говорит, Я не понял, я вчера у вас купил смартфон 5G, а он не поддерживает 5G, он поддерживает только 4G. Подождите, мужчина, спокойно. А вы прививку от коронавируса делали? А наш дед Петро, ну, когда ему было лень мыться, он притворялся мертвым. И его мыла бабка. Молодец, блядь. Двое бухих выходят из бара. Один говорит, заухольнули, нормально посидели. Ну, что, теперь по бабам? Тут, а не, нахера? У меня дома молодая, красивая жена. Тут, а, ну, к тебе, так к тебе. Ты что, в церковь не ходишь? Нет. А чего? Некогда мне. Как это некогда? Чувак, покаяться никогда не поздно. А вот нагрешить вдоволь можно не успеть. Да. Яша с Фимой вышли на балкон, чтобы перекурить это дело. Они так смачно курят. Пепел сбывают вниз. А внизу на балконе стоит сосед с коньячком. Ему бах, пепел в коньяк. Он голову поднимает и говорит, вы что там, охуели? Яша поворачивается до друга, говорит, ты слышал? Он говорит, да, слышал. И что ты скажешь? Что я скажу? Ну, в принципе, я согласен. Я вам скажу, во время восстания машин, самое главное держаться подальше от фабрики вибраторов. До обеда от Яши пахло дорогим дезодорантом. Но после обеда природа брала свое. Друзья, я вам дарю лайфхак. Чтобы безалкогольное пиво было не такое противное, в него нужно добавить 150 грамм водки. Не благодарите. Сарочка, я тебя очень прошу, не кричи на меня. Что ты постоянно на меня рвешь, что ты постоянно меня оскорбляешь. Я тебе скажу, что это меня как раз вот сильно обижает. Ой, Моня, успокойся. Поверь мне, что так как тебя обидела природа, сильнее я обидеть не смогу. Блин, такой облом, что случилось. Ну, представь, я удобно улегся на диване, открыл баночку пива, включил телевизор и уже практически расслабился. И тут бац, подошла охрана эпицентра. Пьяный мужик заходит в троллейбус, ну, прямо посредине. Поворачивается вперед салона и говорит ко всем женщинам. Вы все проститутки! Затем поворачивается в заднюю часть салона и кричит. А вы все дуры! Тут из передней части салона поворачивается одна из женщин и говорит, мужчина, зачем вы так? Вы знаете, я со своим мужем живу уже 35 лет. Я ни разу ему не изменяла. Запомните, ни разу! Он на нее смотрит. Впереди ту часть салона. Сарочка что-то готовит на кухне, Яшак не заходит, говорит, Сарочка, любовная, что ты готовишь? Он говорит, куру. Что, опять куру? Сарочка, у меня скоро перья начнут расти. Каждый день кура, кура, кура. Ах, так? Хорошо, тогда я буду готовить тебе говядину. После тебя рога вырастут. Муму обращается к графине. Говорит, графиня, а что это? Герасим лодку соорудил. Куда ты ехать собрался? Графиня смотрит на Муму, говорит, а ты Тургенева читала? Она говорит, читала. Но только отцы и дети. Графиня говорит, ну тогда для тебя сюрприз. Коля, я была в аптеке и купила тест. Представляешь, у меня две полосочки. Ну и что? Ну как что? Ну подумай, ну что это значит? Ну что это значит? Ты сказуемая? Жена уходит из дому. Муж сидит, смотрит телевизор. Она ему вслед говорит, все, я ушла к гинекологу. Он поворачивается к ней, говорит, давай, давай, покажи там им всем. У стоматолога врач говорит, пациент, успокойтесь. Что вы нервничаете? Ну как что? Ну вы же сами мне за нерв дергаете. Ну вот на сегодня и все. Спасибо, что досмотрели наше видео до конца. Ну, как говорится, посмотрел сам, дай посмотреть другому. Подписывайте своих родственников, знакомых. И обязательно напомните им, чтобы они нажимали на колокольчик. Тогда мы будем с ними видеться каждый день. Пока.